Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за PSG. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, у нас закончился в прошлом видеоролике претезонный турнир, который мы немножко, естественно, провалили. Из-за того, что, ну, как по мне кажется, для меня сильно трудная вот эта вот сложность легендарная. Поиграл я также в FE21, немножко попробовал, но там тоже абсолютно так же, как я и сказал, что вот в последних вот этих двух частях трудновато играть против легенды на вот в оффлайне, так сказать. Поэтому переключился здесь на мировой класс. Вот другие карьерки уже тоже записаны на мировом классе. Вроде как нормально. Если кого-то это будет не устраивать, напишите в комментариях. Мы будем думать, либо добиваемся каких-нибудь хороших результатов на мировом классе, либо прям серьезно сидим и задротим на легендарном, но где будем действительно там проигрывать в большинстве случаев. И нас могут, конечно, там и уволить. Ну что же, во-первых, у нас сегодня официальная первая игра. Вот, так сказать, под моим руководством команда сыграет. Суперкубок Франции, PSG против Лили. Пока что у нас главные сделки это Стерлинг из Сити в PSG, Мартинес из Интера в Ливерпуль и Минди из Реала в Челси. Поэтому вот так вот. Вот такие вот у нас трансферы. Так, ну мы переходим к игре. Сразу же не будем ничего тянуть. Все, основным составом. Кстати, давайте посмотрим, через сколько у нас следующая игра, чтобы примерно понимать. Так, ну у нас там больше недели, и тем более будем играть, я не помню, Троис вроде эта команда называется. Вот. Так, да, вроде Троис. Поэтому вторым составом против этой команды можем сыграть. Но вот против Лили очень хочется, охота, выиграть в первом же матче вот такой вот трофей. PSG Лиль, поехали. Ну что же, Молтон Роуд. Именно здесь будет сыгран Суперкубок Франции. PSG против Лиля. PSG в прошлом сезоне сенсационно, можно так сказать, провалили чемпионат. Упустили победу, отдав ее Лилю. Ну, и получается выиграли Кубок Франции. Раз встречаются Лиль против PSG. Вряд ли там Лиль, конечно, выиграли Кубок Франции. Они вряд ли бы могли взять сейчас французский трэбл. Вот. Вот этот дубль. Поэтому, мне кажется, PSG выиграли Кубок Франции. Поэтому мы сейчас находимся в этом матче. Ну что же, PSG Лиль, поехали. Иконы. Все, пока что как-то идет доминация от Лиля. И 1-0. Пятая минута. Лиль выходит вперед. Ежинцы как-то провалилась сейчас вообще оборона. Напомню, мы играем сейчас на мировом, не на легенде. А уже вот пропускаем. Поэтому надо сейчас собраться к команде. Вместе вроде как неплохо с мячом. И на Виналдума отдает. Которого Рейнилдо отобрал все-таки мяч. Нет. Виналдум отлично там вступил в ответный прессинг. И это 1-1. Пятнадцатая минута. Кильян Мбаппес забивает первый мяч в официальных матчах в этом сезоне. За пассажир. И в принципе пассажир забили свой первый мяч в сезоне. Отлично здесь Виналдум с Месси отоборонялись. Ну и Месси выдал хорошую голевую передачу. Быстро обменялись голами. 1-1 уже на пятнадцатой минуте. Все у них в проходе. Дверать и заброс на Неймара. Неймар на пустые здесь уже просто, но нет. Просто уже решили допижонить игроки ПСЖ. И Месси! Какой удар! Леонель Месси выводит вперед Парис Сен-Жермен. 64-ая минута. После вот таких вот растраченных моментов. Мог, представляете, сейчас раньше забивать. Не вышло. Мяч как-то так все равно. Мбаппе вот здесь выдал голевую. И Леонель Месси. Вроде как из-за штрафной. Сейчас надо посмотреть прям точно. Да, мяч выкатил он, наверное, специально из-за штрафной. И хороший такой удар. Ну, рядом, правда, с вратарем. Но, наверное, вот эта вот техника удара Леонеля Месси была непостижима для вратаря Лиля. 2-1. ПСЖ пока что в волевой матч для себя показывает. Проигрывали 1-0 в первом тайме. А здесь счет уже 2-1 в их пользу. И на Стерлинга Рахим. И Рахим Стерлинг забивает в своей же дебютной игре дебютный мяч за ПСЖ. 78-я. Там 9-я минута была. Стерлинг буквально первым своим касанием забивает. Уж точно первым ударом. Отличный дебют для англичанина во французской лиге. Ну, посмотрите, аккуратненько. Здесь еще и Фин другой. И с левой ноги. Прямо как Леонель Месси на тренировках учил. Забивает Рахим. Ну, отлично. 3-1. ПСЖ добивается уверенной. Я надеюсь победы. 10 минут осталось до конца. Месси уходит с поля. Его меняет Анхель Ди Мария. Отлично. Верати вступил в отбор. Стерлинг первый на мяче. И на Мбаппе пошла. Передача. Мбаппе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как сейчас у меня это вообще получилось? Сам не понял. Нажал на ложный замах и резко на удар. Ну, и сам, наверное, и Мбаппе это не ожидал. Вратарь уж точно. Счет 4-1. Давайте и Дракслера вместо Верати уже выпустим. Вот этот момент. Еще хочется его поближе, наверное, посмотреть. Вот. На ложный. И сразу же здесь резким касанием пробивает. Что вратарь думал в ближний буду пробивать. И защитники ничего не смогли уже сделать. Ну и все. У Кельяна Мбаппе дубль. В сегодняшней игре. Ну и осталось там буквально 6 минут. Еще плюс что добавит арбитр. Но, мне кажется, это уже не отыгрывается. Все равно ПСЖ одерживает победу. В матче за суперкубок Франции. 4-1. Гол Месси. Гол Стерлинга. Дубль Кельяна Мбаппе. Ну и вначале, наверное, ПСЖ как-то не собрались. На пятой минуте пропустили гол. Вот ежицы. Турецкого, если я не ошибаюсь, футболиста. Ну и все. Церемония награждения. Маркинис был с капитанской повязкой. Ну и тренер ПСЖ тоже дал время новичку Стерлингу. Причем отлично Стерлинг воспользовался этим моментом. Буквально через 5 минут забил свой дебютный гол в дебютном матче за Париж Сан-Жермен. Ну что же, первый трофей есть. Хоть и основная задача у нас за ПСЖ это выиграть Лигу Чемпионов. Скорее всего, это у нас получится из первой попытки сделать. Но всякое бывает. Поэтому в любом случае подарить Лигу Чемпионов вот этому проекту ПСЖ очень хочется. Ну и естественно, фотография как же без нее. Там и Донарума хорошие моменты вытаскивал. Но уже, правда, после пропущенного первого мяча. Как-то проигрывала оборона ПСЖ Лилю. Но в любом случае победители не судят. 4-1. Разгромнейшая победа ПСЖ над Лилем. Так, нам приходит сообщение. Ежемесячный отчет о молодежном составе. Ну у нас здесь, да, вот этот вроде как и оставался. Бруно Гроб. Немец 15-летний с потенциалом 94. Поэтому пусть пока что будет еще здесь. Как только будет у него на данный момент общий рейтинг 60. Я его добавлю в основную команду. Дали нам 700 тысяч евро. Призовые. Так, Керрер, похоже, в следующий раз. Скажу ему, это было трудное решение на самом деле. Вот. Хотя мне там уже и сказали, почему я Кимпин Бэй не выпускал на финал. Ну, точнее на этот матч. В другом матче пусть они и сыграют. Так, сейчас у нас будет игра против трои. Как я уже и сказал. Так, что у нас в принципе там по составу? Пусть первый-то тогда отдыхает. Потренируется второй. Да, вот второй состав. Ну, кстати, некоторые игроки, например. Нет, не Мария, кстати, да, не второго же состава. Поэтому все. Рассчитываем. Здесь у нас все тренировки выполнены на А. Вообще замечательно, шикарно. Так, очередная тренировка. Ну, здесь уже вроде как основа даже отдохнула. Пусть тогда основной состав потренируется. Так, ну здесь, кстати, две тренировки выполнены на А. Одна на С. Давайте попробуем С исправить на лучший результат. Ну что же, перевыполнили эту тренировку на Б. Так что пока что на этот момент мы так и оставим. И уже в следующий раз попробуем ее сделать на А. Так, Кюрзова сдан в аренду. Шикарно. А мы уже, кстати, выложили в нашем инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь. Я надеюсь, не забуду оставить ссылочку на инстаграм нашего канала. Там у нас выходят посты. Трансферные итоги каждого выпуска. Так что обязательно подписывайтесь. Так, Кюрзова все-таки ушел в аренду на сезон в Барселону. Предложение по Керреру. Так, а я его... А я его... А я его... Точно ли выставлял в аренду? Ну, вроде как он есть там в списке. И здесь у меня, в принципе, да, диалоги к ПМБ. Поэтому Керрер, скорее всего, сейчас будет сдан в аренду на один сезон. В спортинг тоже хорошая и интересная команда. Борется там каждый сезон за чемпионство в чемпионате Португалии. Поэтому хороший, надеюсь, сезон может провести Килл и Керрер в этой команде. Так, ну, 60 на 40 в пользу спортинга. Да, все, они согласны. Замечательно. Так что будем ждать теперь официального подтверждения этой новости. Так, ну, у нас очередная тренировка. Пусть сейчас потренируется у меня первый состав. Или нет? Или как мне сейчас это сделать? У меня осталось, вроде, да, две тренировки. Да, давайте сейчас будет второй тренироваться. Потом первый. Чтобы у меня к игре перед игрой не тренировался второй состав и был готов просто выйти оттренироваться. Так, ну, здесь, кстати, две тренировки надо переделывать. Так что переходим к ним. Ну, что же, подулучшили мы некоторые, конечно, результаты. Вторую тренировку мы просто рассчитываем. И переходим дальше. Сейчас у нас, вроде бы, предыгровая тренировка. Будет тренироваться первый состав, чтобы второй у меня так немножечко перед игрой отдохнул. Так, ну, здесь все на А выполнены. Вообще замечательно. Просто симулируем уже. Так, ну, и переходим к матчу против Трои. Будет у меня играть второй состав сегодня. Так, клуб PSG одержал победу в Суперкубке Франции. Скоро начается оборудование. Так, получится ли у вас удачно начать сезон? У нас очень качественный состав, действительно. Так, команда сможет выиграть Лигу в этом сезоне. Титул – это неотъемлемое условие. Рамас не впечатлил в предсезонных матчах. Он будет в составе на первый тур. Сильная конкуренция за место в составе в команде незаменимых нет. Я не знаю, что сказать, но Рамаса же серьезно не будет. Рамас может получить место в составе, только если будет в хорошей форме. Иначе это почти невозможно. Ну, по факту, я надеюсь, он не обидится. Вот. А то сейчас может быть что-нибудь такое. Пока что по трансферам у нас все так же. Стерлинг, Мартинес и Минди. Ну, а мы переходим к старту чемпионата. Состав на ваших экранах. Дождь на стадионе, кстати. Поехали. Итак, старт чемпионата Франции. Трое принимает Парис Сен-Жермен. Первый тур чемпионата Франции Лиги 1. И, можно сказать, ну, если суперкубок был не таким уж и официальным началом, то вот он. Именно старт сезона с выездной игры. Начинает ПСЖ. Поехали. Верховое единоборство. И пенальти. Вот серьезно, вот опять вот эти вот пенальти пошли. Надо их, наверное, действительно, напишите в комментариях, стоит ли их отключать. Потому что руки постоянно вылетают куда-то именно только почему-то у моих игроков. Данила Перейра. Еще и зачем вместе с Драксфером пошел в это единоборство. Отлично, Навас берет пенальти на 25-й минуте. Итак, мы начинаем второй тайм матча трое против ПСЖ. Счет у нас все так же 0-0. В первом тайме хозяева имели момент, чтобы забить с пенальти. В итоге реализация их подвела. Ну и Киллар Навас шикарно отбил 11-метровый. И Серлинг шикарно 1-0. Рахим Серлинг забивает еще и в дебютной игре в чемпионате Франции свой первый гол. Шикарный старт для англичанина в новой для себя команде. Ну вот, пока что он действительно игрок второго состава для нас. Из-за того, что на его позиции в основе играет Неймар. Поэтому здесь он должен быть таким вот прям лидером. В атакующей зоне здесь просто шикарно. Икарди выдал на него голевую передачу. Обманули всех. Здесь еле-еле, наверное, уже Серлинг дотягивался до мяча. Но все-таки получилось. И 1-0. Первый гол в чемпионате Франции за ПСЖ забил Рахим Стерлинг. Так, Стерлинг с мячом. Икарди. Вроде как продвигается. И хорошая какая-то передача на Рафинью. Рафиня. И просто уже на пустые для Мауру Икарди. Икарди. Гол плюс пас у него сегодня. 57-ая минута. ПСЖ. Не знаю, что с ПСЖ в первых вот этих двух матчах. У них какая-то проблема с реализацией в первом тайме. Во втором они забивают кучу мячей. Ну, шикарная статистика. Так, Оне. Какой удар. Ну и что? И что? Все-таки забивают трое. 62-ая минута. Родригес уменьшает преимущество. Но здесь... Я не знаю даже, кого винить. Во-первых, такая передача прошла. Во-вторых... Ну, у Наваса какие-то были, конечно, шансы. Но очень быстро надо было тогда реагировать. Да и защитники вот просто Родригеса не заметили. Наверное, забыли про него. И пропустили этого игрока. Ну что же, в сухую не получается. Теперь у ПСЖ уж точно победить. Да и в принципе надо додержать вот этот вот победный счет. И все. Финальный сесток. Минимальная победа Париса Энджермена. На выезде отлично отыграли. Очень понравилась мне игра. Именно во втором тайме. В первом было назначенное пенальти, которое не реализовали игроки. Вот отличный сейв от Кейлора Наваса. Ну и все. Могу по XG еще посмотреть, что там наиграли, не наиграли. Мы на 4 мяча наиграли. Трое, кстати, на 3. Ну то есть все равно, как-то да, минимальная победа вот эта вот есть. Так, нам приходит сообщение от Неймара. Так, хотел сказать, что в прессе меня во все обсуждают. Я немного волнуюсь дать тебе шанс, что я достойно играть в этой команде. Я дам тебе шанс, действительно. Просто, ну соперники не те прям были, чтобы его выпускать. Икарди забивает победный гол в матче против Трои. Вот. Поэтому, мне кажется, он там игрока матча-то и должен был получать. В принципе, я там не знаю, получил он его или нет. Так, ну у нас тренировка. У нас сообщение еще пришло. Мы будем играть против Страсбурга дома. Поэтому можно и первым составом, мне кажется, выйти в этом матче. Керрер официально сдан в аренду. На сезон он отправился в спортинг. Так, ну и тренировочка у нас. Пусть тогда первый состав отдыхает. Выйдет у меня второй. Дракслер вроде как какое-то микро-повреждение, наверное, получил. Потому что он уже готов к Страсбургу, против Страсбурга сыграть. Так, все. Первым составом мы тренируемся. Все три тренировки у нас на А. Вообще шикарно. Так, приходит очередное предложение. Так. Бутима Зала. Наш правый защитник. Я его в аренду сдавал. Давайте начнем переговоры. Ну, на два года это большое, мне кажется, большое время, срок, так сказать. Давайте на один сезон попробуем. Да. Они согласны по зарплате. 60 на 40. Все отлично. Бутима Зала. Мы договорились, так сказать, с Фуэн Лабрадой. Что он перейдет туда на один сезон в аренду. Сейчас главное, чтобы сам игрок согласился с этим предложением. Так, первый состав у меня потренировался. Пусть тренируется второй. Так, а здесь, кстати, вот эту последнюю мы и не выполняли. Ну что же, выполнили мы эту тренировку на С. Трудноватое, конечно, задание получилось. Но остальные просто мы уже рассчитываем. Так, нам приходит сообщение Леандро Паредеса. Готово взять в аренду в Реал Соседат на два года. Но мы давайте попробуем на один. Потому что, кто знает, ему там уже 29 будет. Поэтому он нам, может быть, и не пригодится уже потом. Да, на один сезон они согласны. Теперь давайте по контракту. Также 60 на 40 попробуем. Нет, Реал Соседат хочет 50 на 50. Гнем свою линию. Да, 55 на 45 они согласны. Замечательно. Так, ну и у нас перед матчем тренировка. Будет тренироваться второй состав, чтобы первый у меня отдохнул и вышел полными силами. Да, здесь уже все замечательно. Все на А. Поэтому просто рассчитываем. Так, ну и Неймар снова со своим сообщением. Я в хорошей форме, прекрасно себя чувствую. Так, я подумаю, скажем так. Вот. Но в любом случае, как вы понимаете, уже выпустим Неймара сегодня. Вот в стартовом составе. Ну и в принципе у меня выйдет сегодня первый состав. Так, что у нас по трансерам пока что? Все так же. Стерлинг, Мартинес и Минди. Так, мы играем нашу, кстати, первую игру дома на мировом классе. Переменная облачь на стадионе. Поехали. Итак, Парк де Пренс. Париж. Париж Сен-Жермен принимает Страсбург. Второй тур чемпионата Франции. Первая официальная игра ПСЖ в этом сезоне. Дебютная игра главного тренера, во-первых, на этом стадионе. В предыдущем туре ПСЖ добился минимальной выездной победы над троей. Ну и сейчас посмотрим, как сыграет. Все-таки, кстати, Месси тоже дебютирует сегодня в чемпионате Франции за Париж Сен-Жермен. Как-то плохо у нас оборона там играет. И в атаке мало что получается. Неймар очень хорошо сейчас выводит Кельяна Мбаппе на голевую позицию. Это 1-0. Шикарно. В первой же атаке Кельян Мбаппе забивает. И это 1-0. Но все-таки мы тоже такую мини-цель для себя ставим, чтобы наш игрок получил золотую бутсу. Как минимум, чемпионат Франции стал лучшим бомбардиром. Ну а там, если станет лучшим бомбардиром у нас, то может и побороться за золотую бутсу в Европе. Ну шикарно. 1-0. Мбаппе забивает свой первый мяч в чемпионате Франции в этом сезоне. Ему потребовалось всего 4 минуты. Разводит этот штрафной Виналдум. И это пенальти. Кстати, пенальти действительно. В руку мяч Виналдум пнул игрока Страсбурга. Ну и назначается пенальти. Отлично. А то у нас вообще пенальти не было. Но здесь и соперник. Просто в руку ему действительно попал. Он даже не пытался здесь никак сыграть. Просто продолжал движение. Ну что же, к пенальти будет подходить. Я не знаю. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, все-таки у Неймара 93 пенальти. Давайте за него. Он, кстати, забивал в председанном турнире в ворота Мадридского Реала в правую девятку. И отлично! В самую девятку! Джосси, конечно, вибрировал, дрыгался. Это было видно. Но Неймар свой гол все-таки забил. С пенальти мог, конечно, Леонель Месси, но решил за Неймара. Все-таки счет еще не настолько удовлетворительный для нас, чтобы били, ну, не лучшие наши пенальтисты в команде. Ну вот Неймар уже второй свой пенальти в сезоне забивает. Отлично. Который отыграл полматча против трое. Ну вот им Баппе. Мбаппе забивает дубль. 43-я минута. ПСЖ громится. Соперника еще до перерыва забивает уже третий мяч. Ну, естественно, вот эта вот фоточка Келлиана Мбаппе. Так вот, разговор был про Верати. Юлиан Драксер получил в первом тайме небольшое повреждение в матче против трое. Поэтому Верати вышел на 44-43 минуте вместо немца. Ну и провел полноценный второй тайм за ПСЖ. Поэтому он уже отыгрывает, можно сказать, вторую свою игру подряд. Флата на Рамос. Почему-то Месси туда как-то так втиснулся. Верати на Неймара. Неймар. Какой гол! Какой гол от Неймара! 4-0. 68-я минута. Дубль у Неймара. Дубль у Келлиана Мбаппе. Вот она шикарная. Троица в нападении. Месси, Неймар и Мбаппе. Но пока что Аргентинец не забивает. Смотрим еще раз на этот момент. Как вообще пробил. Ну и шикарным ударом под самую перекладину бразилец вонзил этот мяч. Здесь как будто даже вратарь не ожидал такого удара. Из-под защитника еще и пробивали. Здесь на первой на мяче. Ну вот здесь вот на подборе. Другие, кстати, игроки. Гамейро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все-таки 4-1. Все-таки 4-1. Ну, в каждой игре пропускает ПСЖ. Так что это тоже небольшие вопросы к обороне. Почему? Даже если выиграют разгромно, но вот так вот пропускают. Все, Верати уходит с поля. Все-таки подустал, естественно. Вышел, кстати, вместо него Дракслер. Которого он и заменил. Верати в матче против Трои. Во-первых, это первая победа вместе с ПСЖ в чемпионате Франции. 4-1. Одержали разгромную победу. Прямо как в матче за Суперкубок тоже. 4-1. Снова, кстати, Мбаппе забил дубль. Так, ну и мне интересно, кто стал лучшим игроком матча. Ну и Март. Естественно, два гола. Одна голевая передача. Также, кстати, оценка 10-0 у Кельяна Мбаппе. Так, нам пришло сообщение о том, что Бутимазала принял предложение Фуэн Лабрады и переходит на один сезон в аренду. Так, что насчет у нас здесь Неймара? Все. Он рад, действительно. Все, твоя игра вдохновляет. Действительно, он сделал игру. Шикарную игру от себя он показал. По трансферам пока что все так же. Что насчет вообще моих трансферов? Я же вроде как нашел там правозащитника себе вот Трента. Но у меня просто нет денег. Сколько у меня там вообще? Я все деньги спустил на Рахима Стерлинга. Сейчас вот даже вот если вот так вот сделаем, там примерно, ну сколько надо? 250, ну 300 тысяч вот так вот на зарплату. То всего лишь у меня 50 миллионов. Осталось, конечно, кого-то я могу подписать. Но надо нам как ПСЖ действительно только мировых игроков покупать. Но пока же таких вот нет. Так, Рафиня. Предложение по аренде. Я не помню, я его никуда, кстати, да и не сдавал. Но Атлетик Мадрид захотели его взять. Рафиня играл за Барселону. Играл за Сельту в Испании. Вот еще и Атлетика готовы были его взять. Так, вторым составом сейчас мы тренируемся. Пусть первый у меня отдохнет. Так, ну здесь все на выполненной тренировке. Замечательно. Так, Пареда сдан в аренду. В Реал Соседат на один сезон. Все замечательно. Игрок будет у нас получать практику. Супер. Так, Дракслер в Тоттенхэм. Его я, кстати, никуда не выставлял. Но вот, интерес, вот такие слухи все-таки идут. Так что, ну замечательно. Так, с кем у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске? Мы играем против Бреста в гостях. Поэтому пусть давайте второй состав все-таки, раз сейчас первый играл. Поэтому, раз сейчас будет играть второй состав, вот пусть и тренируется сначала он. Перед игрой будет у меня тренироваться первый состав. Все, на тренировку мы отправляем теперь первый состав. Они тренируются, чтобы второй отдохнул перед матчем. Все здесь уже все на А выполнено замечательно. Так, ну и еще одно трансферное предложение по... Кстати, это именно трансфер вратаря нашего 30-летнего. Александр Летельер. Летельер, наверное, все правильно. В Генг хотят его подписать. Давайте прям сразу соглашаюсь, потому что рыночная стоимость у него миллион. Нам предлагают миллион сто, поэтому, мне кажется, замечательная сделочка. Все, что выше рыночной стоимости, я буду вот просто принимать. Гнабри, кстати, залетает в наши топы трансферных сделок. Вот вместо, наверное, Лаутара Мартинеса. Ну, хоть и понятно, позиция немного другая в атаке, но все равно Гнабри, наверное, был куплен на эти все-таки деньги. Из Баварии, Интера. Пожелаем удачи в новом клубе. Так, ну а мы все. Вторым составом ходим. Здесь, кстати, у меня почему-то диалог с Рафинией уставший. Ну, придется их, наверное, менять. Тот же Верати. Тот же, я не знаю, кто там у меня. Мартинес Рамос, Кимпенбе тоже подуставший. Ну, что же, посмотрим. Последняя игра в сегодняшнем выпуске. Брест против ПСЖ. Поехали. Ну, что же, чемпионат Франции. Брест против Париса Джермен. Третий тур. Вторая уже выездная игра для ПСЖ со старта этого чемпионата. На выезде обыграли они трою 2-1. 4-1 разгромили Страсбург у себя дома. Ну, и посмотрим, как будет складываться очередная гостевая игра для грандов. Ну, не только французского футбола, но и европейского в целом. ПСЖ подписали нового главного тренера для себя. Вот, после вот провального, за то, что не выиграли чемпионат, решили сменить главного тренера. Поэтому главный тренер нацелен на победу во всех турнирах. Мне кажется, любой главный тренер ПСЖ будет так нацелен. Но мы все-таки надеемся на то, что у нас это получится. Так и Карди был лучшим игроком в первом туре. Играл против трое. Вот, шикарно отыграл. Рафинья на Ангеля Ди Марию. Тот на Стерлинга. И неплохо. И Стерлинг 1-0. 27-я минута. Рахим Стерлинг забивает уже второй гол в своем втором матче подряд за ПСЖ. И снова на выезде. Посмотрите, как какие-то задержки сейчас пошли. Это не у вас, у меня тоже, между прочим. Вот. Поэтому хороший гол. Ди Мария записывает на свой счет голевую передачу. Ну, а у Стерлинга шикарная статистика. Два матча в чемпионате. Два гола. Супер. Перейра. И Драксер какую шикарную передачу отдает на Стерлинга. Стерлинг. Ну и снова, как и просто вот в том же матче с Троей. Просто на пустые отдает на Икарди. И Икарди забивает свой второй гол во втором матче в чемпионате Франции. Ну, эта парочка просто отлично сейчас сыгралась во втором составе. И почему бы действительно не попижонить вот такими моментами. Тем более, если получается забить. И вот так вот в концовке матча еще и Икарди забивает. Но это может быть, кстати, первая сухая игра у ПСЖ. Официальная. Посмотрим Димария. Верати отдает нам Бапе, который вышел вместо Мауро Икарди и Имбапе. Имбапе забил, воспользовался своим моментом. Вот эти вот буквально две минутки только отыграл на поле. Вместо Икарди я его решил выпустить. Но Имбапе реализовал свой момент. Хороший гол. Молодчина. Какой он уже отыгрывает. Ну, для него это третий матч. И вроде как у него сейчас на данный момент три мяча забитых. И очередная разгромная победа ПСЖ над соперником. Брест пропустил три мяча у себя дома. Ну и поздравляем оборону, можно так сказать, Париса Нанджермена. В том, что первый для них сухой матч в этом сезоне. Ну, Навас просто шикарные спасения вытворял сегодня. Лучшим игроком матча сейчас посмотрим, кто стал. Так, что-то здесь вот не показывают, наверное, это все-таки Навас. Да, действительно, 7,9. У него было, сейчас мы прям посмотрим, пять сейвов при пяти ударах в створ. Всего было десять, я смотрю, ударов. Вот, ну, пять кула в створ. Навас шикарно отыграл. Поэтому поздравляем Наваса с заслуженной наградой. Так, ну что же, давайте посмотрим, с кем у нас будет следующая игра. Следующая у нас на выезде против Реймса. Так, потом там вообще какой-то, наверное, сборные здесь будут играть. Поэтому я даже не знаю, кого выпускать против Реймса. Так, у нас, кстати, скаутский отчет обновлен. Замечательно. Кого мы искали? Защитников вроде, да? Так, поэтому Мали 94 потенциал сразу подписываем. 75 нет, 73 нет, 87 тоже нет, 79 до свидания, 89 тоже до свидания. Ну, всего лишь только одного игрока, получается, мы подписали в нашу молодежную академию. Так, ну давайте, все равно сейчас потренируется первый состав, потому что второй после игры отдохнут, так сказать. Так, ну и здесь потренируем вот эту вот тренировку, которую еще ни разу не выполняли. Ну что же, выполнили мы вот эту вот вторую тренировку, выполнили ее на А. Да, вообще замечательно. Ну и просто рассчитываем первую и третью. Так, что насчет Летельера? Он, кстати, не согласился с условиями Генка, поэтому пока что еще остается в нашей команде. Так, ну что же, там вроде два состава у нас сейчас в оптимальной форме. Я бы сейчас посмотрел, действительно, пока что у меня вот сомнения, кому играть против Реймса. Первому составу или второму? Посмотрели бы сейчас, в принципе, как Реймс выступает. Так вот, одна победа, одна ничья и одно поражение. 4-4 у них, 0 разница мячей. Поэтому как-то так, я даже не знаю. Поэтому давайте снова первым тогда сыграем против них. Сейчас потренируется первый, перед игрой будет тренироваться у меня второй состав. Так, ну здесь, кстати, две тренировки. Вот эту вот надо улучшить, ну а третью перевыполнить. Точнее, впервые пройти. Ну что же, выполнили мы эти тренировки на А. Вообще шикарный результат. Ну и вот эту вот последнюю, третью выполняем уже расчетом. Так, пришло предложение по Серджио Рико. Из Асасуны. На два сезона его хотят взять в аренду. Давайте начнем переговоры и попробуем договориться на один сезон. Надеюсь, будут они все равно довольны. Да, действительно, они согласны. Тем более, Рико испанец, поэтому на родину вернется. Играет, так сказать, рядом с домом один сезон. Ну что же, 55 на 45 согласны, да. Поэтому все, с руководством мы договорились. Осталось только самому Серджио уже принять это предложение. Так, ну у нас тренировка. Я сказал, что будет тренироваться второй состав. Так что сейчас мы его выберем. Так, здесь замечательно все на А выполнено. Так, ну и приходит сообщение. Игроки отправляются в сборную. Стерлинг в Англию. В Португалию отправился Нуну Мендеш и Данила Перейра. В Бразилию Неймар. В Аргентину Месси и Карди. Почему-то Данимарию не взяли. И в Италию Джон Луиджи Донарума и Марко Веррати. Поэтому вот со 2 по 8 сентября они туда отправляются. Ну а на сегодня все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok